Съемочная группа «Аноньюз» продвигается по Джобару вместе с войсками сирийской арабской армии. Сегодня нас ждала неожиданная находка. Наступление сирийской армии в Джобаре продолжается. Сегодня при освобождении одного из домов была обнаружена химическая лаборатория боевиков по производству отравляющих веществ. Нам удалось попасть в одно из помещений этого подземного склада лаборатории боевиков и осмотреть его. Обнаружены противогазы американского производства. Непонятно что. Вполне возможно антидот какой-то. Атропин. Обнаружен атропин катарского производства. Видимо для того, чтобы боевикам самим обезопасить себя. Мины, в том числе и подготовленные для заправки химическими веществами баллоны. Видимо предполагалось все это взрывать при отступлении. Детонатор для мин для того, чтобы была возможность удаленного подрыва. Баллоны, содержимое которых непонятно. Но возле вентиля странные наплывы. Битоны издают едкий запах, несмотря на плотно закрученные крышки. Все битоны полные. Вот этот полный, этот почти полный. Открывать битоны естественно не будем. Предоставим это специалистам по химзащите. На одном из бидонов надпись. Сделано в Саудовской Аравии. Катушки с кабелем для дистанционного подрыва взрывных устройств. После осмотра мы взяли короткое интервью у военного врача. Сегодня поступило почти 40 больных солдат с симптомами затруднения дыхания, жжения в глазах, слезоточивости. При осмотре обнаружено, что зрачки у них сужены, замедленное сердцебиение, у некоторых спазм в мышцах. По мере нашей возможности, мы оказывали первую помощь, после чего отправляли их в больницу. Это симптомы поражения отравляющими веществами. Наиболее вероятно применение газа зарина. Я уверен, что сегодня боевиками было использовано химическое оружие, потому что с такими симптомами солдаты поступали одновременно и из одного места. Даже те, кто спасал этих людей, жаловались на те же симптомы, хотя симптомы были менее выражены. Мы не специалисты и не в состоянии оценить степень опасности этой находки. Но мы знаем, что даже маленькое количество отравляющих веществ в руках террористов может стать причиной гибели большого числа людей. Агентство Анна Ньюс Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия.